Здорово и здравия! Если вы любите бокс, это видео для вас. Такой для нашего канала хороший, можно сказать, день. И Селягин победил, Беспутин, Михалкин, Бетербиев, Аколи, его тверджил Ортис, все победили. 64-й прогноз у нас зашел при 15-ти поражениях, 64-и победы. Как всегда, статистика примерно 75-76%. Ну, что сказать по Вёрджу Лортису? Ну, тут всем все понятно, конечно, было, что сломает он эту шпалу, вот эти вот фрики, Хёринг, Истер, Хукер, Патрик Тешейра, Каллум Смит. Это все фрики, это клоуны, блядь, которые, ну, такие высоченные, с ними боксировать невозможно. И не надо с ними просто боксировать, им нужно навязывать профессиональную манеру ведения боя. И сразу они валяются, сразу они валяются. И вот Вёрджу Лортис это показал. Вёрджу Лортис работал, ну, вот в настоящей профессиональной манере ведения боя, понимаете? Постоянно блок, но не просто, знаете, вот, стоит, как Абдугафуров стоял с Селягиным и что-то ждет с этим блоком. Все время вперед, все время вперед движение, все время удар жесткий, жесткий, жесткий. Именно ни разу вот не было никаких набросочек, накидываний. Бетербиев, кстати, вот этой херней страдал, с Дайнессом зачем-то. А этот все время жестко лупит, лупит, лупит. Много моментов было, когда он Хукера опережал. Хукер хочет его остановить, бьет на опережение, попадает. Много было моментов, когда Хукер нанес удар. И пока он руку назад возвращает, этот, Вёрджу Лортис уже ответную контратаку пробивает, попадает. По корпусу прекрасная работа. Показал, Вёрджу Лортис показал, он на другом уровне, чем Хосе Карлос Рамирес. Уже сейчас он на другом уровне, чем Хосе Карлос Рамирес. Хосе Рамирес мы видели, что-то там челнок какой-то делал с этим Хукером. Зачем-то попадет джебом, оттянется назад. Ну, разве так работают с таким высоким, с таким, блин, фриком, с таким дистанционным боксером. Прижимая к канатам, что-то лупил его по рукам. Ортис совсем иначе его у канатов обработал. Ну, видите результат. У Хосе Рамиреса что там? Он его потряс, начал добивать, сразу рефери остановил. А здесь два раза его Вёрджил завалил. Каждый раз, когда Хукер оставался на своей дистанции, ну, на средней ближней дистанции, там, наваливался, пытался бить. У Рамиреса он так, по-моему, два раунда выиграл, у Ортиса ничего он не выиграл. Четвертый раунд был конкурентный, потому что там пару чистых двоечек зашло по Ортису. Ортис там немножко в сторону проваливался и руки опустил зачем-то. И ему Хукер раз-два, чисто в челюсть двоечки проходили, по печени пару раз попал. Но это фигня все. Я считаю, там четвертый раунд конкурентный. Его еще посмотреть, выиграл его Хукер или нет. Все остальные раунды избивал его Ортис. Были, были, конечно, ответные удары и по защите, и вскользь, и где-то чисто проходило. Но вот поймите, таким малым количеством попаданий мексиканца победить невозможно. Там бошки каменные у них. Верджил, он молодец, он красавчик. Ну, это вот, это боксер будущего, однозначно. Если бы Богачук вот так работал с Адамсом, вот так, не на средней дистанции, а подошел, забиваешь. С блоком, все время с блоком, с блоком, не опускать руки никогда. Если бы Богачук так с Адамсом работал, там 6 раундов бы бой продлился, как и здесь. Но, видите, здесь немножко по-другому вышло. Но, опять же, Ортис, он же меньше, чем Хукер. Поэтому мишень большая, Адамс, он наоборот, меньше, чем Богачук. Мишень маленькая, неудобно. Ну, в общем, это не о том разгоречь. Вот такие бойцы, как этот, Верджил Ортис, они будут вот этих вот больших ребят, которые привыкли ростом побеждать, как Деметриус Андраде, как братья Чарло. Они же огромные, блин. Они же огромные, они привыкли на дистанции хорошо работать. Вот посмотрите бой Деревянченко-Чарло. Вот такая вся картина вот была, только, видите как, Деревянченко был, ну, даже близко не такой, как Верджил Ортис в этом бою. Понятно, что Чарло намного сильнее Хукера. Это я даже не сравниваю их с этим клоуном. Ну, суть в том, что ему 22. Ему даже не 25, не 26. Представьте, что через 5 лет какая машина смерти будет. Вот, если бы так Теофим Лопес-Ломаченко работал, кроме нокаута ничем бы этот бой не закончился. Ничем. То есть, вот эту манеру ведения боя, вот этот, как я говорил, есть золотая середина, на ней вот навы и новы, и немного Джордж Тейлор находится. Есть уклон влево, где много любительской манеры, много дистанции, много работы на очки, много лишней работы на ногах. И есть уклон вправо, где, наоборот, много навязывания ближней дистанции, много работы в клинче, много давления, много силовых взрывов. И мало уже дистанции. Вот бойсеры, которые умеют делать от золотой середины уклон вправо, они будут ломать любительскую манеру всегда в профессионалах. Всегда. Это очень мало будет исключений. Примерно так пытался работать Бриедис с Усиком. Пытался. У него так, как у Ортиса, не получилось. И посмотрите, какой конкурентнейший бой. Усику раздельным решением победу дали. То есть, вот эту манеру ведения боя, ее очень важно осваивать уже сейчас. Это вот... Вёрджил Ортис – это образцово-показательный боксер для советской, для британской школы. Чтобы это умели или хотя бы были готовыми к тому, что соперник вот так будет работать. С ним не сработает обыкновенная любительская манера вообще. Это хукер еще на средней дистанции пытался зарубаться. Это хукер еще как-то плашмя пытался бить, что-то в клинче вязать. Семь раундов простоял. Другие же, посмотрите, мексиканцы, крепкоголовые, молодые, они в четвертых раундах чистыми нокаутами проигрывали Ортису. Поэтому этот боксер очень серьезный. 17 боев, 17 побед, 17 нокаутов. Ну, как я прогнозировал, нокаутировал он, конечно же, этого хукера, сломал эту шпалу переоцененную. И... Ну, а какой он теперь следующий соперник? Ну, давайте думаем. Сейчас вот Кроуфорд, наверное, с Портером подерется, а Спенс, наверное, с Угосом подерется. Ну, вот Кит Турман. Кит Турман сейчас должен выходить, я считаю, против Вёрджила Ортиса. Или Дэнни Гарсия. Вот эти два человека сейчас должны быть в голове у Ортиса. И если он уже их проходит, если он нокаутом кого-то из них пройдет, кроме Спенса и Кроуфорда даже речи не может идти о другом сопернике. Потому что посмотрите, на каком он уровне. Этот бой показал, он сильнее Хусе Карла Сарамиреса, объединенного небитого чемпиона на весовую ниже. То есть, ну, бокс меняется. Вот на этом пацане видно. Он пацан, 22 года, блядь. Пацан просто. Но показывает, как сильно меняется бокс. И как сильно он к этому готов. Вот готовы ли к этому наши бойцы. Субтитры сделал DimaTorzok